Всем привет! В эфире Нехта и событие, место которым в новинках. На лайв-канале мы продолжаем информировать вас о том, что происходит вокруг, но прямо сейчас поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если не сделали этого раньше и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие новинки. Не забывайте делиться выпусками с близкими, пусть еще больше людей знает правду. Ну а мы начинаем. Сегодня в выпуске мы расскажем, что ждет белорусскую табачку. Белорусы в списке номинантов на Нобелевскую премию мира. Убийца стал сенатором. А также расскажем, что Лукашенко подарил Путину. Крупнейший производитель сигареты табака в мире британская компания British American Tobacco прекращает сотрудничество со всем табачным рынком Беларуси из-за санкций и системных нарушений прав человека. Вот что на большом монологе говорил Синепалый. Вроде не американка, а приводите пример, что сегодня экономические санкции кто уведет? Великобритания? Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвыстни американские. Говорят, дипломаты Великобритании обращались в пять компаний, оказывающих услуги по переводу Сипатова. Но до последнего не верили услышанному. Тем не менее, отказ от сотрудничества не стал неожиданностью и коснулся он абсолютно всего табачного рынка страны. Больше всего изменений будут ощутимы на подневольном хунте Ньомане. Его продукция занимает 70% табачного рынка страны. Под санкции вся табачка попала за то, что она прямо или косвенно принадлежит или контролируется белорусским пока еще правительством. В ближайшее время с прилавков либо пропадут такие бренды, как Кент, Пелмел, Лаки Страйк, Вок и Ротманс, либо они подорожают, так как будут завозиться обходными путями из России. До недавнего времени у компании Энергоойл, принадлежащей одному из кошельков диктатора Алексину, была монополия на реализацию сижек на территории республики и за рубежом. После введения персональных санкций он передал бизнес одному из родственников, но судя по увеличенному объему контрабанды, реальное управление сохранилось в его руках. Например, в России доля нелегально везенных белорусских сигарет составляет около 13%. В Латвии эта цифра доходит до 80% от всего рынка контрабандных табачных изделий страны. Хунта в лидерах контрабанды и в Великобритании, поэтому Соединенное Королевство одним из первых ввел секторальные санкции. ЕС тоже ввел санкции, но с ограничениями. А вот американские оказались действительно эффективными. Именно благодаря им менеджмент British American Tobacco принял решение отказаться от сотрудничества с Хунтой. В первую очередь это ударит по кошелькам Лукашенко и самому создателю искусственной табачной монополии в Беларуси. British American Tobacco по требованию Хунты ежегодно инвестировал десятки миллионов евро на модернизацию производства в Беларуси. Только в прошлом году, например, было вложено 20 миллионов евро. Член экономической команды офиса Светланы Тихановской Николай Прокофьев рассказал новинкам о актуальной ситуации на Гродненской табачной фабрике и поделился мнением, что ждет производства. Ну, состояние фабрики здесь можно сделать такое, что на сегодняшний день там огромное количество проблем накопилось в связи с введенными ограничениями. И если их не получится решить в ближайшее время, то велика вероятность полной остановки фабрики. Вот можно сделать такой вывод. Что касается, чего они страдают, ну тут БАД, наверное, и разрыв отношений БАД – это только часть. Я, в принципе, это уже говорил ранее, что вопрос бумаги, вопрос сырья для производства, ароматизаторов, оборудования, обслуживания оборудования, что все это делается партнерами, которые на сегодняшний день отказываются сотрудничать с ГТФ Ньомен, что ставит под вопрос вообще производства сигарет, то есть не только конкретных марок, то есть не только БАД, но и даже белорусских марок. Как минимум, даже при поиске каких-то аналогов, велика вероятность ухудшения качества производимой продукции, что уже будет в дальнейшем сказываться на контрабанду, то есть хуже качество – меньше спрос, меньше заработок с той продукции, которая будет предлагаться. Китай, возможно, но большая проблема в том, что Китай работает по предоплате, а у завода на сегодняшний день денег на эти предоплаты нет. И Китай по-другому, в принципе, не работает. Причастный к убийству Романа Бондаренко Басков недолго оставался без работы. После срезания белокрасно-белых ленточек в минских дворах и дисквалификации от Международной Федерации Хоккея горе-функционер пошел на повышение. Синепалый диктатор назначил любителя пить водку с горла членом Совета Республики. Политолог Павел Усов считает, что назначение Баскова на новую должность никак не связано с его профессионализмом. А сегодняшнее назначение в Беларуси сравнивает с феодальными временами, когда монархи расплачивались титулами, землями и деньгами. Вероятнее всего, диктатор принял лизоблюда в Совет Республики для продолжения террора в отношении граждан, так как Басков готов выполнять все команды своего хозяина, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления. Как и полагается диктаторским режимам, высокие должности – это плата узурпатора за лояльность. Видимо, за эту плату Басков и приобрел себе швейцарские часы за 12 тысяч долларов. И пока система продолжит деградировать, таких нелюдей во власти будет становиться все больше. Национальная модель уже давно не предусматривает наличие профессионализма и лидерских качеств. А диктаторам при назначении рассматриваются только те люди, которые до конца его дней будут целовать его хромые ноги. Неприятными последствиями для Путина обернулись переговоры с синепалым торговцем Белоруссию. Стоило подпустить ковид-диссидента поближе, как в Кремлевской верхушке обнаружилось несколько случаев заражения коронавирусом. Причем не у рядовых чиновников, а тех, кто постоянно находится в непосредственной близости с Путиным. Видимо, белорусский чик-чирык угостил своего старшего брата более качественной заразой. Володя не оценил такой щедрости и от греха подальше спрятался в своем бункере. Вскоре после диверсии в России хворый дед решил породить новую вспышку ковида на саммите с говорящим названием ШОС, который проходит в Таджикистане. Пока синепалый агрофюрер раздает медальки прикорытникам, реальные лидеры белорусского народа вступили в борьбу за престижную во всем мире награду. Избранный президент Светлана Тихановская и председатель правозащитной организации «Весна» Олесь Беляцкий попали в список номинантов на Нобелевскую премию мира. Всего в списке значится 329 кандидатов. Компанию в борьбе за премию знаменитым белорусам составит их российский коллега Алексей Навальный. Решение Нобелевского комитета будет объявлено 8 октября. В это время экс-банкир и политзаключенный Виктор Бабарико по-прежнему подвергается моральным и физическим пыткам в колонии. Отбывающий незаконное заключение Виктор Дмитриевич переведен на новую должность. Теперь он укладчик хлебобулочных изделий в пекарне. Адвокаты сообщают, что условия труда стали значительно хуже, чем были ранее. Температура в цеху не опускается ниже 30 градусов. Окна открывать запрещается. За август экс-банкир заработал чуть более 6 рублей, но на руки после удержания всех налогов получил 1 рубль 60 копеек. А мы напомним, что любой может поддержать политических заключенных, просто написав им письмо. Актуальный список незаконно осужденных можно найти на сайте политзек.ми. В ответ на отказ British American Tobacco сотрудничать с хунтой, министр здравоохранения с третьего подъезда Дим Копеневич выступил с обращением к нации. Советская Белоруссия сообщает, что Госпогранкомитет предложил увековечить память животных, погибших на границе из-за польско-литовских заграждений в виде огромного бронзового лося, который каждые 15 минут будет издавать жалобный вой в сторону коллективного Запада. Слушайте, вы же развяжете Третью мировую войну. Любитель госзаказов Артемий Лебедев разработал замедляющий время стиль для команды Белоруссии на Международной олимпиаде по наукам о земле в Тюмени, сохранив уникальную самобытность лукашенковского периода. На сегодня это все новинки, о которых мы успели рассказать. Благодарим вас за внимание и активность. Узнавать самые оперативные новости вы всегда можете в наших телеграм-каналах. В их описании вы найдете ссылку на анонимный телеграм-бот, куда можно безопасно присылать важную информацию. Все адреса каналов Нехта всегда неизменны, в том числе и Инстаграм. Не попадитесь в руки мошенников, которые от нашего имени с фейковых аккаунтов вымогают деньги. А если действительно хотите поддержать нас финансово, переходите по ссылкам под этим видео или жмите на кнопку «Спонсировать». До скорого! Живя Беларусь!